Борьбу спортивную накануне продемонстрировали футбольные команды. На стадионе «Лидер» встретилась сборная команда Ненецкого округа и «Нефтяников». Дмитрий Марков следил за ходом матча. Футбольный матч между командой Ненецкого округа и недропользователями собрал небывалое число болельщиков. Несмотря на то, что на поле непрофессиональные спортсмена-любители. Впрочем, сами участники делать скидку на то, что занимаются спортом непрофессионально, не собирались. Настрой, говорит капитан команды недропользователей Игорь Шарапов, боевой. К этому матчу готовились основательно. На поле прошла не одна тренировка. Конечно, мы готовились, тренировались. Вообще у нас команда, ребята, которые играют в команде достаточно спортивной. У нас команда представлена руководителями, компанией недропользователей и сотрудниками предприятия «Лукоил Северный Тегас». Команда недропользователей с первых минут начали показывать динамичную игру. Старались как можно больше играть в нападении. Но первыми забить гол не получилось. Буквально на середине первого тайма ворота недропользователей распаковал нападающий команды НАО. Долго радоваться первому голу команде НАО не пришлось. Через минуту игрок команды недропользователей Максим Сахаров сравнял счет. После первого тайма счет на табло 1-1. Второй тайм начался с моментального гола игрока команды НАО Игоря Кошина ворота недропользователей. Именно с этого забитого мяча футболисты команды НАО начали активно атаковать ворота соперника и приносить гол за голом. К концу матча счет на табло составил 5-3 в пользу команды Ненецкого автономного округа. На самом деле это победа Ненецкого автономного округа. Это победа команды, которая работает на нашей территории. Это и обычные простые граждане, это и нефтяники, это и строители. Это люди, которые каждый день приносят большую пользу городу, округу, нашей стране в целом. В конце спортивного праздника для жителей нашего округа выступили творческие коллективы города. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.